Всем привет, меня зовут Кэт и вы смотрите Puzzle English В нашей жизни бывают моменты, когда нам нужно добавить эмоций и акцентов в нашу речь Например, когда мы хотим что-то подчеркнуть, что-то подтвердить или кому-то возразить Вот это наша русская Я правда старалась, я реально ненавижу В английском передается особой конструкцией Сегодня о ней и поговорим, плюс о еще нескольких способах, как это можно сделать Поехали! Начнем с нестандартного употребления глагола to do в его вспомогательной роли Например, можно сказать Мне нравится твое новое платье А можно усилить эту историю, сакцентировать внимание Мне правда нравится твое новое платье В речи вот это do очень выделяется Этой конструкцией можно согласиться со сказанным Глагол do в таких предложениях усиливает смысловой глагол Поэтому смело используйте его, когда нужно выразить сильную радость, любовь, ненависть или что-то еще Я просто до невозможности люблю свою собаку Том реально ненавидит эту песню А вот, кстати, слово do в такой роли заменяется словом реальный-реально в переводе То есть либо так, либо с конструкцией через do Еще обращаю ваше внимание на грамматику Тут действуют обычные правила для вспомогательного глагола В третьем лице единственного числа do превращается в does, как мы знаем И, соответственно, смысловой глагол теряет s Надеюсь, заметили это в предыдущих примерах Если же мы используем слово really, естественно, тоже грамматика сохраняется А окончание s на конце смыслового глагола остается Также эту конструкцию можно использовать, чтобы не согласиться с кем-то или чем-то Я помню, что тебе не нравится indie music Я говорю Да, то есть я возражаю, я говорю Нет, ты что Я обожаю indie музыку и слушаю довольно часто на самом деле Actually тут тоже усиление Эту конструкцию также можно использовать в прошедшем времени Применяя соответствующие правила грамматики Ты мне не позвонил вчера Я говорю Что ты имеешь в виду? Что ты имеешь в виду? Я звонила, я позвонила тебе аж три раза Да, снова обратите внимание на грамматику Когда do становится did Забирает на себя прошедшее время Смысловой глагол остается в форме настоящего времени А вот где эту конструкцию использовать нельзя Так это в отрицательном предложении Мне это не нравится Например, можно усилить тем же самым словом really О котором мы говорили ранее Вот этот лишний do сюда уже никак не вставишь Мне правда это очень не нравится В будущем времени эта конструкция тоже не работает Мне это не понравится Тут можно усилить с помощью других конструкций Например так Мне это точно не понравится Это что касается конструкции со словом do Еще можно использовать слово indeed В нескольких случаях Например, для усиления слова very Вот этот very мы еще indeedом усилили Полет и правда был очень долгим Роман Абрамович или Абрамович, как там иногда говорят Роман Абрамович очень богат Да, действительно очень богат После глагола to be Или другого вспомогательного глагола Тоже используем indeed Сегодня жарко Ты говоришь О да Джейн сегодня очень хорошо играла Да, так и есть Да, мы выиграли На сегодня это все Спасибо, что смотрели И увидимся в Puzzle English Субтитры сделал DimaTorzok